И всем привет ребят, с вами Строманки, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен очень интересной теме, к которой я уже давным-давно не возвращался. Сегодня мы вместе с вами разберем баланс наших пушек в матчмейкинге, разберемся в том, какие из пушек находятся в каком балансе. Если пару-тройку месяцев назад мы записывали видос с Геной, где разбирали определенные вооружения, то сегодня я постараюсь пройтись по всем пушкам в нашей игре, расставить их по полочкам и рассказать, показать возможно что-то, что у нас вообще по балансу среди вооружений в нашей игре. Какие пушки на сегодняшний момент времени являются супер жесткими, какие менее жесткие, а какие лучше вообще особо сильно не использовать. Расставим их по тирлисту от С до Д, то есть С это самые жесткие пушки, дальше чуть меньше жесткие, средние пушки, ниже среднего, ну и самые слабые пушки в нашей игре. В этом плане я буду учитывать и устройства лучшие на эти пушки, да, то есть мы берем прям полную комплектацию пушек в целом, да, то есть например там на тот же гром мы берем в расчет, что есть гром с гиперскоростными снарядами, есть гром с вакуумными снарядами, есть адаптивная перезарядка, то что на Twins теперь у нас есть пульсар, то что на Smoky есть пульсар, да. То есть мы берем полную комплектацию всех устройств, которые могут быть у вас спокойнейшим образом в гараже, потому что у нас были там кафанды, в это все даже особо ничего не надо было вкладывать, надо было только взять и приобрести, потому что выдавали у нас компенсации. Поэтому берем лучший вид пушек, постараюсь возможно где-то чуть больше рассказать про какие-то пушки, ну а если вам эта тема нравится, если вы хотели бы видеть больше обзоров, связанных именно с балансом нашего вооружения, да, какие пушки на сегодняшний момент временно прежде являются лучшими, какие являются более худшими, какие лучше вообще не использовать, то обязательно поддержите данный видос лайком. Ну и я буду стараться, например, там в раз в месяц записывать подобного рода обзор, дабы вы могли понимать, какие лучше пушки использовать в матчменкинге, какие лучше прокачивать пушки, а какие лучше вообще не брать, да, и не использовать. Пойдем по порядку, то как у нас, у нас все эти пушки стоят, начнем получается с вулкана, дальше гром, скорпион и так далее. Я буду расставлять это все дело, исходя именно из своего представления, да, из того, на чем я чаще всего играю в матчменкинге, что я вижу в матчменкинге, да, и то, как показывают эти вооружения на постоянной основе, да, то есть против резистов, против сильного оппонента, да, то есть что может лучше конкурировать, что может хуже конкурировать. Ну а вы в комментариях там уже согласитесь, не согласились, с моей точки зрения расставить его, возможно, по своим каким-то критериям вооружения. Все, больше, в принципе, тут балаболить много не буду, а то и так уже у нас начало затянулось довольно-таки долго, тут уже какие-то рекламы выскакивают, поэтому мы тут чуть-чуть, если что, ага, да, про скрулим говорю, а тут у нас какие-то рекламы, тут какие-то еще темочки выскакивают, тут кого-то кто-то ищет уже, ладно. Не будем особо сильно обращать на это внимание, а просто будем приступать уже к непосредственно разбору вооружений. Так, первый у нас стоит вулкан, вулкан, если честно, я бы, наверное, таки отнес бы в категорию B, не дал бы я ему ашечку, не сказал бы, что это супер мета, но то, что это средняя, чуть выше, может быть, среднего вооружения, пушечка, которая показывает неплохие результаты в матчмейтинге, где-то может даже неплохо навалить, но все равно, с точки зрения сегодняшнего баланса, это хорошая, средняя, чуть, может быть, даже выше среднего пушка. Громчик, 100% это S, для меня на сегодняшний момент это, наверное, самая универсальная пушка в игре, которая вообще есть, которая может быть реализована везде, и против резов, и против любого режима, против любого оппонента. Короче, везде она может быть супер эффективная, и, наверное, ну, самая универсальная пушка в игре на сегодняшний момент времени, потому что на ней устройств есть очень большое количество, и, в принципе, ее реализовать не так сложно. Дальше у нас идет Скорпион, Скорпион я выше среднего точно ставлю, Вашечку пойдет, на супер жесткий уже я бы, наверное, не ставил его, потому что, ну, не всегда он заходит, но по Дашечку я думаю, что эта пушка смело может залетать. Рельса. Новая обновленная рельса, но все равно она не супер жесткая, поставлю ее рядом с Вулканом, хотелось бы даже, наверное, поставить ее в С, но чуть-чуть подумав, поразмыслив, и прикинув, какой у нас сейчас баланс, да, то есть, если, например, от Рельсы нет резиста, то, в принципе, она сейчас может тоже смотреться довольно-таки неплохо. Да, может наваливать неплохого контентику. Магнум также сам ставлю В, плюс-минус тоже такое же ощущение имеется у меня лично по балансу этой пушки, может навалить где-то, может где-то чуть похуже сработать, ну, и, в принципе, в среднем, ну, такой неплохой контентик можно из нее выжать. Дальше у нас идет Гаусс. Гаусс, хоть у нас и нерфили, но в моем понимании это все равно суперкрутая пушка на дистанции, с точки зрения именно ТДМ навыков ее можно очень круто реализовать, и она будет очень эффективна, все так же зависит от резистов, но даже без никаких устройств, условно, с адреналином может быть очень актуально и показывать очень хорошие результаты в нашем матчмейкинге. Шаф тоже железно А, даже, думаю, может быть в каких-то ситуациях и ВС, он бы подошел бы и мог бы себя бы реализовать, но так в целом, ну, наверное, железное А, хорошее устройство есть, все есть для того, чтобы нагибать и показывать суперкрутые результаты, поэтому благополучно и закономерно можно его в вашечку влепить. Дальше у нас идет Джига, это, наверное, одна из немногих пушек, которые я бы хотел бы поставить в Д, да, потому что на сегодняшний момент времени, исходя из того баланса, который у нас есть, это, наверное, самая слабая пушка, но если так чуть подразмыслив, да, то есть если, например, поставить Д и поставить С вот так фреза, да, то, наверное, я буду прав. Да, но все равно на сегодняшний день, на сегодняшний баланс я бы сказал, что нету ни одной очень-очень-очень слабой пушки, да, потому что даже та же Джига, которую я недавно реализовывал, она показала себя очень неплохо, даже на адреналине, да, и возможно адреналин вообще является суперкрутым устройством для Джиги. Поэтому, наверное, если бы я бы хотел бы сделать так, что у нас нету пушек суперслабых, то я был бы прав, да, но если учитывать тот факт, что сюда в Д больше ни одну пушку я не засуну, да, а фриз все-таки, ну, как хочешь, но все равно он будет лучше, чем Джига. Поэтому я, наверное, сделаю так, но все равно, что Джига, что фриз, они крутые, да, но просто их вариация и возможность реализации намного меньше, чем у других вооружений, да, то есть они работают только в ближней бойке, плюс с тем балансом, который у нас есть сейчас в матчмейкинге, они все-таки, ну, немножко проседают, немножко проседают. Но я бы, что Джигу, что фриза, вот так бы поставил бы, да, только, но если учитывать именно фриза, что он сильнее, то тогда мы поставим Джигу на Д. Дальше у нас идет Изида, 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 Изида. Изида может быть и в А, может быть и в Б, но если учитывать прям плотный матчмейкинг и учитывать то, что это все-таки пушка ближнего боя, то я, наверное, поставлю в Б. Вампиризм может дать Джазу где-то неплохого, где-то может похуже просесть, но это Бшечка, для меня лично. Тесла. Тесла суперапнутая пушка. Если еще учитывать пульсары, то, наверное, хотелось бы поставить его в А, да, но, 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 на сегодняшний день появился Твинс, появилась Смака, да, который раньше я бы, ну, железно ставил бы в Б, да, а Теслу ставил бы в А. Но, в связи с тем, что появились эти две пушки с пульсарами, то Тесла, в моем понимании, на сегодняшний день по балансу уходит железно вот сюда, в Бшечку, а как раз-таки Твинс и Смака идет сюда, да, что Твинс, что Смаку можно очень круто реализовать, если вы вообще играете на телефоне, то Смака вообще дает нереального Джазу, если играете с Компа, то, ну, потяжелее, потяжелее ее реализовать, но все равно на средней дистанции она хорошо себя может показывать. Это, если учитывать тот факт, что мы будем играть против сильного оппонента, что Твинс, что Смака с пульсаром будет показывать очень хороший результат. Молот, молот тоже очень универсальная пушка с адаптивкой, шикарно работает, рикошет с гелиусом, тоже суперконтенно наваливает, ну и страйкер. Ой, страйкер, ну страйкера резиста нет, понимаете, и я вот вчера сыграл на нем, и скажу вам, что это, ну, просто самая моя любимая пушка в игре, и я не знаю, почему ее вообще никто не использует, да. То, что она может творить, это супер, супер, супер жестко, супер жестко, да, то есть это очень крутая пушка, которую на сегодняшний момент времени используют крайне-крайне мало в матчмейкинге, но если учитывать именно мой вердикт, да, и мое мнение, да, если ссылаться на это, то я железно страйкер ставлю в С, да, то есть это для меня супер жесткая темка, да. А, что касаемо вот этих вооружений, то я бы даже, наверное, Гаусса бы поставил в Б, я вот сейчас так посмотрел, Гаусса бы даже, наверное, в Б поставил, потому что его там поднерфили в моменте так неплохо, и, в принципе, наверное, он тянет на Бшечку. С я бы, наверное, из этих пушек ничего бы не поставил, потому что все их можно реализовывать и реализовывать довольно комфортно, ну и Ашечка по моему балансу, наверное, да. То есть минус такая же, можно даже чуть-чуть здесь расставить, ну, либо, ладно, не будем расставлять тут уже по убыванию, по возрастанию. В принципе, наверное, вот что-то в этом духе у меня получается, и я, наверное, в матчмейкинге больше всего сейчас играю на громе, да, за громом играю на том же рикошете, на молоте. Бывает на твинсе, но твинс сейчас супер сильный, да, то есть с пульсаром он бывает очень грязные вещи делает, поэтому его даже в моменте можно поставить в С, но этого я делать не буду, потому что он не настолько универсальный и не настолько может быть полезный на любой карте, а я бы сказал, вот, наверное, так. Ну вот, что-то в этом духе у нас сегодня получилось. Пишите, что вы думаете по поводу баланса в игре, согласны ли вы с моей точкой зрения. Хотели бы вы увидеть обзор, например, пушек без устройств именно донатных, либо танкофандовых, да, то есть, например, мы бы взяли, сделали бы обзор только по адреналину. Условно, вот здесь были бы не лучшие устройства на этих пушках, а именно пушки, которые играются с дефолтными устройствами, либо без устройств, либо просто с адреналином, да, то есть без никаких донатных. Если это было бы интересно, то напишите по этому поводу в комментариях, также пишите, что вы думаете по поводу вот этого всего баланса, который я тут выставил. Ну и также не забывайте, конечно же, поддерживать данное видео с лайком, подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны, ну и, конечно, не забывайте про текст создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунте, кема личный, так это тактимп, устанавливайте его, поддерживайте меня, вы участвуете в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, на 300 тысяч танкоинов, вся информация по розыгрышу есть в описании. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!